Что такое рия? Можно рекомендовать? Верить в начале. Верить в начале. Ассаляму алейкум. Врахматуллах и барекатуху. Мира вам, милости и блага Всевышнего Аллаха, уважаемые зрители телеканала Хузур ТВ. Я рад вас приветствовать на очередном выпуске программы «Узнаем у имама», где вместе с нашим гостем, уважаемым султан Хазратом Мурадимовым, имам Хатим Мечети Рамазан, постараемся ответить на все интересующие вас вопросы в течение нашей программы. Однако, хотелось бы сказать, что у нас сегодня будет не совсем обычная программа, а вопросы все будут посвящены определенно отдельной теме. А какой именно, вы сейчас узнаете. Ассаляму алейкум. Врахматуллах и барекатуху. Султан Хазрат. Добро пожаловать к нам на программу. Алейкум. Врахматуллах и барекатуху. Очень рад снова с вами увидеться и раскрыть некоторые темы, и быть полезным в некоторых темах. Аминь, аминь. Очень надеюсь, что знания, полученные в рамках нашей программы, будут очень полезны для наших зрителей и послужат для достижения довольства Всевышнего Аллаха. Иншаллах. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, и празднику Мавлид ан-Наби. Султан Хазрат, сразу перейдем к вопросам. И вот в первую очередь хотелось бы пояснить, что же такое Мавлид ан-Наби. Потому что у нас есть разного уровня зрители. Кто-то еще только знакомит с исламом, кто-то уже давно практикующий мусульмане, но все-таки для них это будет повторение, для кого-то это будет новое. Что такое Мавлид ан-Наби? Дословно, если переводить Мавлид ан-Наби, рождение пророка Мухаммада, алейхи вассалям, Наби, пророка. Вообще сам по себе праздник Мавлид ан-Наби. Некоторые начинают говорить, что вот Хазрат, этот праздник, пророк Мухаммада, алейхи вассалям, сам не праздновал его. Но они забывают, что пророк Мухаммад, алейхи вассалям, выделял этот день, день своего рождения. Даже когда у пророка Мухаммада, алейхи вассалям, спрашивали о причине его поста в день понедельника, он сказал, я родился в этот день, и поэтому он выделяет этот день благодарностью Всевышнего АллатРа. То есть он выделял, сам пророк Мухаммад, алейхи вассалям, выделял свое рождение, приход в этот мир. И это тоже является в какой-то мере примером, и для нас примером для подражания. Вообще в праздник сам Маулит-Ан-Наби изучается история пророка Мухаммада, алейхи вассалям. Не просто история, а каков он был, его нрав, его слова, его советы. Так как он от Всевышнего Аллаха Та'аля, как раз про него Аллах Та'аля говорит, что о пророк Мухаммад, алейхи вассалям, поистине мы тебя не спасли, как милость для миров, милость. А в другом месте Аллах Та'аля говорит, радуйтесь милости, радуйтесь благам, которыми Аллах Та'аля вас наделил. То есть Аллах Та'аля непосредственно в аятах Кур'ана говорит, что пророка Мухаммада, алейхи вассалям, является милостью для всех миров и для всех, для животных, для людей, для верующих, для верующих, для всех, абсолютно. И главным качеством пророка Мухаммада, алейхи вассалям, это была мягкость, добросердечность. И Аллах Та'аля в Куране говорит, Если бы ты, о Мухаммад, был бы черстосердечным, был бы грубым, был бы вспыльчивым, то какой бы мудрость ты не рассказывал, о какой бы светлой мудрости, о миссии Аллах Та'аля ты не повествовал, от тебя бы просто отвернулись бы и убежали бы люди. То есть качество пророка Мухаммада, алейхи вассалям, мягкость, милость от Всевышнего Аллах Та'аля, это огромный подарок. Подарок, который нам показывает счастливый наш жизненный путь. Если мы идем за ним, следуя за пророка Мухаммада, алейхи вассалям, то мы, таким образом, идем в правильном направлении, можно сказать. Вообще, какой был пророк Мухаммад, алейхи вассалям, о нем очень много таких из жизни его историй. По поводу уважения, по поводу почтения пророка Мухаммада, алейхи вассалям. Сейчас, к сожалению, у некоторых мусульман есть такое выражение, что пророк Мухаммад, алейхи вассалям, он не праздновал, сахабы тоже не праздновали, они не то, что не праздновали, они горячо любили. И есть хадис пророка Мухаммада, алейхи вассалям, который гласит о том, что если не будет у вас любви ко Всевышнему Аллаху Та'аля, любви к пророку Мухаммаду, алейхи вассалям, и телеватул Кур'ан, и чтению Кур'ана, то ваша вера не будет полной. Полноценной. То есть вы просто не осознаете, не почувствуете полноту вкуса этого всего. То есть вот это основополагающий момент полноты нашей веры. А сахабы, они как раз очень сильно любили. Даже тот факт, когда пророк Мухаммад, алейхи вассалям, ушел в мир иной. Многие сахабы не могли поверить, не из-за того, что они не доверяли, они настолько горячо любили Мухаммада, алейхи вассалям, больше, чем себя, больше, чем своих близких, больше, чем кого-либо из создания Всевышнего Аллаха Та'аля. И после смерти, явный пример Беляль, рады Аллаху Анху. Он первый муазин, тот, который начал говорить азан, то есть тот, который видел во сне именно сам порядок азана, можно сказать, он был муазином пророка Мухаммада, алейхи вассалям, после его смерти он не смог говорить азан. То есть на словах, ащаду анна Мухаммада, свидетельствует, что нет, то есть что посланник Всевышнего Аллаха Та, что Мухаммад является посланником Всевышнего Аллаха Та. Вот в этом месте он начинал плакать и падал без сознания. Все, что было в Медине, все напоминало о пророке Мухаммаде, алейхи вассалям, и о его утрате. Из-за этого Беляль, ради Аллаху, переселился в другое место. Но он не мог успокоить свое сердце. Он настолько любил, и не только он, все сахабы, все близкие ученики пророка Мухаммада, окружение, даже люди, которые были далекими от пророка Мухаммада, все скучали о пророке Мухаммаде. Алейхи вассалям, и видит во сне Беляль, ради Аллаху, что к нему приходит Мухаммад, алейхи вассалям. А шайтан, единственный облик, в котором не может прийти во время сна и повествовать какую-то информацию, принести, это облик пророка Мухаммада, алейхи вассалям, запрещено. Аллах не допускает этого. И Беляль, ради Аллаху, он увидит своего горячо любимого друга, своего посланника, учителя, светоча, который показывает путь, который он показывал. Долгие годы был для него опорой, именно духовной. Он находил усладу рядом с ним, получал знания, и он видит его во сне. Что я тебе такого сделал, о Беляль? Что я тебе такого сделал, что ты убежал, покинул меня? Почему меня не навещаешь? И он, услышав об этом, то есть он, увидев этот сон, с утра решает вернуться в город Медина. Город Медина, и тут в городе Медины, в том городе, где жил пророк Мухаммад, алейхи вассалям, где он был похоронен, его встречают Хасан и Хусейн, внуки пророка Мухаммада, алейхи вассалям. Увидев самого Муадзина, пророка Мухаммада, алейхи вассалям, они, о Беляль, скажи еще раз, Азан, мы так соскучились по твоему Азану. Не из-за того, что он очень громко говорит, не из-за того, что очень красиво, а просто это тот человек, который напоминал им о пророке Мухаммаде, алейхи вассалям, о тех светлых временах, когда он был жив, и каждый раз они могли прийти, просто находясь рядом с ним, почувствовать этот свет, который исходил из человека. Они попросили, Беляль, рады Аллаху, начал говорить Азан. Он начал говорить Азан, все те, кто слышал Азан, это город Медина, представьте город, он живет своей жизнью, каждый, кто-то там продает, кто-то покупает, кто-то убирается, кто-то строит, каждый был занят своим делом, и слышат Азан. Все люди, все верующие люди бросили свою работу, свои дела, чем они не занимались, и бежали. Не просто шли, а бежали в мечеть. Они не могли поверить своим ушам, своему слуху, что как будто пророк Мухаммад, алейхи вассалям, был жив, и вот они сейчас забегут в мечеть, и он будет там. И все бежали. И когда дошел Беляль, рады Аллаху, до слов, «Ащаду Анна Мухаммада Расулуллах», «Ащаду Анна Мухаммада Расулуллах», он заплакал. Заплакал настолько, что он не мог продолжать Азан. Описывается в книгах, что в этот день в Медине, в городе Медин, не осталось ни одного человека, который бы не плакал. Не плакал не из-за того, что какие-то свои скорби, свои боли, а из-за горячо любимого пророка Мухаммада Али Саратусарам. Даже есть такая сунна, потому что пророк Мухаммад Али Саратусарам в одном из хадисов говорит, «Суннати Ана во суннати хулафа у рашидин». То, что я вам показывал и то, что я вам говорил выполнять, это является сунной. И также действие моих праведных халифов. И в другом хадисе говорит, «Асхаби кан-нуджум» «Мои сахабы, мои последователи, мои ученики, как путеводные звезды». То есть, когда человек ночью идет по пустыне, у него нету компаса, например, он смотрит по звездам, и так он может проложить себе маршрут. То есть, он идет на звезду. То есть, и вот пророк Мухаммад Али Саратусарам приводит пример. Мои ученики, они как звезды, на которых вы ориентируетесь и идете, и достигаете своих целей. То есть, именно направляетесь туда, куда вам нужно. То есть, и вот они являются путеводными звездами, которые ведут к довольству Всевышнего Латра. И за кем бы вы из них не пошли, то вы дойдете до счастья, до благополучия, до довольства Всевышнего Аллаха Таля, иншаллах. И вот как раз сахабы, каждый раз, когда слышали слова «Ащаду Анна Мухаммада Расулу Ла», они начинали плакать. Плакать. И они вытирали свои слезы. У нас вот в некоторых деревнях, в Татарстане, в Буинском районе, в некоторых районах, я до сих пор вижу Бабаев, который, когда говорит сазан, доходит до слов «Ащаду Анна Мухаммада Расулу Ла». На Кавказе тоже я видел, лично видел, как Рамзан Ахмадович Кадыров тоже. То есть во время слов «Ащаду Анна Мухаммада Расулу Ла» он протирает свои глаза. Да, возможно, его сердце зачерствело, и он еще не чувствует. То есть он не чувствует, например, этот человек, этот мусульманин, возможно, такую горячую потерю такого дорогого человека, как Мухаммад Али Саляту Уссарам. Но он стремится к этому, стремится почувствовать любовь, почувствовать именно вот эту горечь утраты. И из уважения пророка Мухаммада Али Саляту Уссарам нашей Бабаи, они обычно протирали как раз свои глаза. То есть тем самым показывая свою любовь. И вот Мухаммад Али Саляту Уссарам, он был уникальным человеком, который не страхом, не какими-то угрозами, а он брал добротой, милостью, и своим чистым сердцем, искренностью. Искренностью. Есть история, как раз, которая показывает именно, насколько был светлым человеком Мухаммад Али Саляту Уссарам, когда был Фатух Мекка, когда многие арабские племена выстроились в очередь, чтобы дать баяат, засвидетельствовать, что пророк Мухаммада Али Саляту Уссарам является посланником Божьим. То есть они принимали Ислам. И вот с утра до вечера они приходили и говорили Но были люди, которые противились этому. Нисколько противились, они, например, бывает же так, что человек был про него ходят слухи, например. И люди сначала не видя человека, воспринимая эту информацию негативную, плохую, неправду, но основываясь на эту ложную информацию, они делают уже суждение. И во время пророка Мухаммада Али Саляту Уссарам всячески пытались его авторитет, его именно святость, его чистосердечность, его открытость, его свет, нур, который исходил от него, они пытались против него как-то что-то сделать. И вот про него пускали всякие слухи. И вот была одна женщина, она была пожилая и очень упрямая, и ей столько гадостей наговорили, ей столько гадостей наговорили про пророка Мухаммада Али Саляту Уссарам, что она, зная о приближении пророка Мухаммада Али Саляту Уссарам, не просто закрыла в своем доме, а она закрыла свое лицо, тряпками намотала, уши забила всем, что можно было, чтобы не слышать, не видеть. И таким образом она находилась дома. И про Мухаммад Али Саляту Уссарам, после вот этого баяхата, он проходил мимо ее дома и просто от усталости, просто в тени от скоса до от солнца он находился вот просто нашел опору для себя и оперся стену ее дома. и пришел к нему ангел Джибраиль Али Саляту Уссарам и говорит, о Мухаммад, осторожны быть, здесь женщина, здесь женщина находится, которая не просто упрямая, она настолько горячо ненавидит тебя, что даже вот просто забаррикадировалась и всячески не хочет о тебе слышать. Будь осторожен, от нее можно ожидать все что угодно. И про Мухаммад Али Саляту Уссарам отойдя в сторонку он просто читает дуа. Он читает молитву у Аллаха Тааля открой ее сердце для света. В этот момент открывается ставни, выходит эта женщина и со слезами на глазах, то есть она просто ее сердце она переполнилась, то есть она жила можно сказать во мраке, после этого она просто подходит и как самого горячо любимого человека просто начинает радоваться того, что пророк Мухаммад Али Саляту Уссарам находился рядом с ней. И таких примеров очень много. Когда он своими делами, своими поступками, своим примером пророк Мухаммад Али Саляту Уссарам являлся наилучшим путеводительным, наилучшей путеводительной звездой. и путь его вел как раз к довольству Всевышнего Аллаха Та'ля. И как раз в праздник Маулит Аль-Наби люди должны максимально постараться узнать, что же был за человек пророк Мухаммада Али Саляту Уссарам. Какой он был. Не просто он был Мухаммад Ибн Абдулла, сын Абдуллы, он жил столько-то, пошел туда, пошел сюда. Эта информация не особо принесет пользу о его качествах. О качествах пророк Мухаммада Али Саляту Уссарам, в которых он показывается его внутреннее состояние, каким он был. Например, история о том, когда пророк Мухаммада Али Саляту Уссарам проходил мимо базарной площади. И видит, живая женщина, накупила продуктов, пытается эти продукты погрузить на своего верблюда, а верблюд он высокий, она не только продукты не может закинуть, она еще кубарем скатывается с этими продуктами, со своими котомками, котомками просто с этого верблюда. И все проходят мимо, и никому нету дела. Она уже устала от безысходности, уже сил нету, с каждым разом все ниже и ниже поднимается. И пророк Мухаммада Али Саляту Уссарам, как бы он не торопился, он остановился и помог этой женщине. Поднял ее поклажу, установил на верблюда, усадил эту женщину на верблюда, взял за уздечки и спросил, куда? Показывай, говори, куда? И повел ее. Женщина эта изрядно устала, изрядно была измучена, утомлена, и она просто сказала, да, вот туда, пожалуйста, помогите мне отнести до дома эти продукты. про Мухаммада Али Саляту Уссара, бескорыстно, безвозмездно ее отвез домой, отвел верблюда, а на верблюде это была пожилая женщина и ее поклажа. Спустил ее, занес эти продукты домой и развернулся, не ожидая ничего взамен, ни благодарности, ни почести. и он просто развернулся и устремился по своим делам. Тут женщина сказала, стой, подожди, я не богатая, я не занимаю какого-то высокого положения, она говорит, от меня тебе никакой пользы, я никак, ничем не могу тебе отблагодарить, единственное, я могу тебе дать совет, она говорит. Про Мухаммад Али Саляту Уссара с благодарностью выслушивает ее совет. А совет был какой? О, Мухаммад, она говорит, о, Мухаммад Али Саляту Уссара, она говорит, есть в городе Мекка страшный человек, страшный человек, его зовут Мухаммад, она говорит. Если ты услышишь, что он где-то есть, беги я с этого места, убегай, это страшный человек, это очень гнусный, очень плохой человек, она говорит. И про Мухаммад Али Саляту Уссара с благодарностью выслушивает ее. Не говоря, эх, ты знаешь, кто тебе тут помог, ты зачем-то меня ругаешь, да ты вообще, как так? Чтобы сделали большинство наших людей, наверное, в наше время. Да, как ты смеешь там. Он с благодарностью выслушал этот совет, в котором его же обвиняли во всяких-всяких грехах, смертных грехах, о которых вообще и речи не идет, не должно быть. Мухаммад Али Саляту Уссара после этого совета поблагодарил ее, развернулся и начал опять уходить. Она стой, говорит, ты не сказал, как тебя зовут. Эта женщина спрашивает, как тебя зовут? Мухаммад Али Саляту Уссара обернувшись, улыбается и отвечает. Меня зовут как раз Мухаммад Ибн Абдулла, сын Абдуллы, о котором ты сейчас только говорила. И женщина просто меняется в лице. Это пожилая женщина, она меняется в лице и тут же говорит, ашхаду аля иляхи иллах, ашхаду ана Мухаммада Расулла. После вот этого примера она принимает ислам, она говорит слова с шахада, которые свидетельствуют, что она верит во Всевышнего Аллаха Тааля. И она говорит, сколько же я слышал о тебе ложного. Часами, днями напролет мне говорили, 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 но ты одним своим действием, одним своим поступком, одним своим вот этим поведением чистосердечным, искренней полночью ты разнес в пух и прах все эти ложные суждения и ложную информацию, которые о тебе говорят. И вот права Мухаммада Али Сарату Ассалям, в каждом шаге его жизни было очень много вот таких людей. И вот его поведение, его поступки, его действия, его щедрость, она являлась самым красноречивым. К самым красноречивым словам это являлось самой красноречивой проповедью. И Аллах Тааля поэтому и говорит, если вы выберете для себя именно как путеводную звезду Мухаммада Али Сарату Ассалям, то вы выбрали самый наилучший пример. И даже когда человек принимает веру, когда он приходит в религию, когда он говорит слова «Ла Иляха Иля Аллах», этого еще не хватает, потому что все арабы, все они утверждали «Ла Иляха Иля Аллах», нет божеств, кроме одного Аллаха. Они все верили в Аллаха, но они думали еще есть плюс к этому очень много идолов. И не говорили вторую часть «Мухаммад Расуллах». Мухаммад является посланником Всевышнего Аллаха Тааля. И вот эта вторая часть не то, что мы проявляем уважение к пророку Мухаммаду Али Саляту Ассалям. А даже Аллах Тааля Сам и его ангелы, они сами «Юссаллюна алян-наби». Если дословно переводить, они сами восхваляют, они сами читают молитвы пророка Мухаммада Али Саляту Ассалям. И это не мои слова, это Аллах Тааля Сам в Кур'ане говорит. «Я аюха ладзина аману», Аллах Тааля говорит. «О, те, которые уверовали, если вы уверовали, если есть в вашем сердце малейшее зернышко доброты, веры, благости, то «Саллю алихи» Аллах Тааля приказывает, читайте молитвы, восхваляйте его». И вот в праздник Маулит это уникальная возможность, когда мы можем соприкоснуться с этим светом, который непременно осветит Аллах Тааля по милости Всевышнего наш путь. Вот этот момент, этот тот праздник, когда раньше вообще до революции в месяц Маулит даже больше, чем в месяц Рамазан проводилось Мажлисов. Представьте, месяц Рамазан сейчас очень многих семьях, особенно у нас в Казани, в Татарстане проводится ифтары. Разговление, это савап. Но в месяц Маулит проводилось намного больше праздников Маулит. Вообще идет в ревоятах такой момент, если хотите, чтобы у вас дома была благость, благость, то именно проводите Маулит. Для того, чтобы провести Маулит, например, это нужно просто, во-первых, желание, во-вторых, просто, что делается? В этот момент собиралась вся семья, близкие, соседи, друзья читали салаваты пророка Мухаммада Али Саратусарам, знакомились с его жизнеописанием, были даже бейтлер, то есть есть менаджетлер, очень много менаджетлер, такой в стихотворной форме, даже они повествуют о качествах пророка Мухаммада Али Саратусарам, о тех светлых как раз примерах, которыми пророк Мухаммад Али Саратусарам именно в этот мир указал нам путь, вот этот светлый путь, чтобы люди брали пример, сейчас же люди обычно берут пример, например, со звезд, с футболистов, с хоккеистов, да, хорошо, с публичных личностей, да, с публичных личностей, они пытаются походить, но лучший из тех, кому мы бы должны были постараться походить, это Мухаммад Али Саратусарам, потому что этот пример, он нас сделает счастливыми не только в этом мире, но и в следующем мире, и пророк Мухаммада Али Саратусарам как раз и говорит, вы будете в сутный день и в вечном мире с теми, кто был дорог вашему сердцу, если в нашем сердце есть место посланнику Всевышнему Аллаху Тааля, Всевышнему Аллаху Тааля, Мухаммада Али Саратусарам, то иншаллах, Аллах версах, дай Бог, дай Всевышний Аллаху Тааля, в сутный день оказались рядом с ним, с теми, кто уважает, теми, кто любит, теми, кто пытался в себе воспитать эти качества пророка Мухаммада Али Саратусарам. У него настолько было много благородных качеств. Например, один из случаев, пророк Мухаммада Али Саратусарам находился рядом со своими учениками, и в этот момент пришел к нему араб из пустыни, шуль-гараба, бедуин, бербер, пришел, он дернул за край, тесемку его чапана, о, Мухаммад, мне нужно, чтобы ты мне дал какие-то там богатства. И про Мухаммад Али Саратусарам выделяет определенное количество. Он, не сказав благодарности, он говорит, мне это мало, добавь еще, добавь еще. И это повторялось несколько раз. Все сахабы, все ученики пророка Мухаммада Али Саратусарам, которые были рядом, они были не просто изумлены, удивлены этой наглости, они были в шоковом состоянии находились от того, насколько нужно быть бескультурным, бестактным, быть таким заносчивым, быть таким высокомерным, что вот так просить и просить. И он пророка Мухаммада Али Саратусарам пока не отдал все, тот не успокоился. И когда он еще раз попросил пророка Мухаммада Али Саратусарам, сказал, нет, я больше ничего не могу дать, мне просто нет ничего больше. Тогда он сказал, ладно, хорошо. И развернулся и начал уходить. Гумар, не выдержав, проследовал за этим человеком, догнал его и сказал, слушай, ты настолько бестактный, ты настолько грубый человек, ты вообще, ты понимаешь, с кем ты разговаривал в таком виде. И этот человек объясняет, я с такого-то, такого-то племени. у нас в книгах в Ветхом Завете, в Таурате прописано было, что придет такой-то, такой-то человек. Мы все эти качества увидели в пророке Мухаммаде Али Саратусарам, кроме одного, щедрости. И я был послан со своего племени, чтобы проверить, насколько он щедрый. И я, в Аллахе, говорит он, я клянусь Всевышним Аллаху Таалу, что я увидел это главное качество. И я иду к своему племени, чтобы сказать о том, что я нашел человека, будучи нуждающимся, который не боится бедности, который настолько щедрый, что готов отдать все, что имеет. Все, что имеет. Даже ученики пророка Мухаммада Али Саратусарам боялись что-то похвалить из одежды Мухаммада Али Саратусарам, потому что пророка Мухаммада Али Саратусарам тут же снимал и отдавал эту одежду. Отдавал то, что у него, возможно, в единственном экземпляре находится. И когда в один из дней к дому пророка Мухаммада Али Саратусарам постучалась бедная женщина, голодная женщина, и открыла, то есть ее встретила у дверей Аиша Ради Аллаху Анга. женщина попросила что-то из подаяния, чтобы ей помогли. Аиша Ради Аллаху Анга посмотрела все, но нашла один маленький кусочек мяса, который принесли пророку Мухаммада Али Саратусарам, и она отдала половину. Половину. Половину оставила, потому что принесли же пророку Мухаммада Али Саратусарам. Без его позволения отдавать тоже как бы она сочла, что хотя бы половину отдам. Пустыми руками нельзя отпускать. Когда прошел пророку Мухаммада Али Саратусарам, и Аиша Ради Аллаху Анга сказала, что у нас не было ничего, пришла женщина, просила помощи, я ей отдала половину, ровно половину от того, что тебе принесли. Мухаммад Али Саратусарам сказал, то, что ты отдала, это нам осталось, то, что осталось, это пропало, говорит. Он был настолько щедрым человеком, он не оставил огромных богатств в материальном плане, он не оставил каких-то огромных акров в земле, даже после пророка Мухаммада Али Саратусарам остался долг. заложена его кольчуга. Но он оставил намного больше. Он оставил свой нрав, оставил свой пример счастливой жизни, счастливого человека, который не обременен материальным, который абсолютно духовный, который настолько светлый, что, читая о нем, в сердце появляется такая доброта, теплота и безмерная любовь к пророку Мухаммада Али Саратусарам. И вот как раз салаваты пророка Мухаммада Али Саратусарам, они читаются. Даже есть хадис пророка Мухаммада Али Саратусарам, тот, кто прочитает мне 10 салаватов, Аллах Ата'аля в 10-кратном размере сам прочитает, упомянет этого человека. Если вы говорите салям, тут же салям до меня доводит и я вам отвечаю. Салям это пожелание мира, как телесного, так и духовного, благоденствия, чтобы все было в таком состоянии гармонии, гармонии и счастья. И вот получается, смотрите, есть тоже история, упомянута Ибрагима ибн-эдхамом, когда он совершал хадж. Во время хаджа очень многие люди читают молитвы. Есть молитва Раббана, есть Тальвия Лаббайк Аллахум Лаббайк 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 Инна Альхамда Ваннигмата Лака Вальмольк Лаббайк Вот эти молитвы читаются и очень-очень много количества молитв. Там-то эта молитва читается, тут-то эта молитва читается. И тут Ибрагим ибн-эдхам замечает одного человека, который идет впереди него и читает только салават. Не читает абсолютно никаких больше молитв. Только салават. Аллахум салли аля Мухаммад Аллахум салли аля Мухаммад И он повторяет с такой любовью эту молитву салават. Ибрагим ибн-эдхам подумал, возможно, этот человек не знает больше никаких молитв. Может ему научить. Он подходит к нему. В ожидаем момент он подходит к нему и спрашивает, а почему ты читаешь только салават? Этот парень спрашивает, а ты кто такой? Он отвечает, что я Ибрагим ибн-эдхам, а я слышал о тебе, говорит, только из-за того, что я слышал о тебе, то, что ты такой мудрый, то, что ты такой знающий, знатный человек, я тебе объясню причину. Мы с отцом давно мечтали пойти в хач. Мы вышли давно уже. Наш путь очень был долгим, тернистым. и буквально не дойдя до хаджи, мой отец заболевает. Заболевает и умирает в пути. Умирает от болезни. После того, как я его омыл, он описывает, я увидел, что лицо моего отца, оно почернело, и был такой испуг в лице. И я начал горько плакать, этот парень говорит. Почему? Потому что есть хадис пророк Мухаммада алейсалату ассалям, что каждому человеку приходит ангел смерти в определенном обличии. Если человек попадает в рай, у него было очень много благостных, хороших, добрых дел, и Аллах отправляет к нему ангела смерти в прекрасном виде, и у человека будет радость на лице, светлое лицо. Если человеку уже суждено находиться, попасть в ад, то его лицо будет почерневшим, и будет застывший испуг на лице, как будто увидел что-то страшное человек. И вот у отца он говорит, я вижу испуг, страх на лице, и лицо почернело. И от горести того, что отец не добрался до хаджа, и возможно какое-то количество грехов он мог бы искупить этим самым добрым деянием, что не успели мы дойти, что отец попадает именно не совсем в то место, куда хотел бы, он начинает плакать, и со слезами на глазах он засыпает. Засыпает и видит, что они находятся в пустыне, и что к отцу приходит человек в красивых белых одеяниях, подходит и начинает что-то читать. Читать. И во время сна он убирает материю, которую я покрыл его лицо после того, как омыл. И я вижу во сне, что его лицо, лицо моего отца, которое было чёрным и с испугом, оно посветлело, оно стало таким лучезарным и таким улыбчивым, таким радостным это лицо. И я удивился, спросил, кто ты? Кто ты этому человеку, который пришёл неизвестно откуда и прочитал что-то над телом моего отца? Он сказал, я Мухаммад имен Абдулла, алейхи саляту асрам. Он говорит, что он Мухаммад, и Мухаммад, алейхи саляту асрам, говорит, что твой отец, да, он совершал и много плохих дел и хороших дел. Но особенным качеством твоего отца было, что он говорил очень много салаватов. Очень часто повторял восхваление пророка Мухаммада, алейхи саляту асрам, салаваты. Аллаху ма салли аля Мухаммад. А много, много и огромное количество салаватов. И Аллах ата аля удостоил меня чести, пророк Мухаммада, алейхи саляту асрам, удостоил чести быть заступником за тех, кто говорил салаваты. И вот я пришел, чтобы помочь по милости Всевышнего Аллахтара. С этими словами, после этих слов, этот парень просыпается, открывает материю, которой прикрыто было лицо, и видит, что лицо отца стало светлым, лучезарным, как он видел во сне. И после того, как он завернул, похоронил отца, он понял, что самая главная молитва для него будет в этом хадже, как минимум, это будет салават пророка Мухаммада, алейхи саляту асрам. И я стараюсь максимально, он говорит, читать как можно больше салаватов пророка Мухаммада, алейхи саляту асрам. И как мы с вами до этого сказали, что перед Всевышним как раз именно Аллах Тааля сам в Коране говорит, что и Аллах Тааля, и его ангелы, они сами читают салаваты пророка Мухаммада, алейхи саляту асрам. Вот те, которые уверовали, саллю алейхи вассалли мухадаслима. Именно произносите салаваты. То есть очень много салаватов есть. Это салават у шифа. Есть просто самый даже короткий салават. И во многих деревнях, особенно татарских, я помню, когда еще только учился намазу, в 90-х годах по Бае после того, как полностью молитву прочитали, тазбих прочитали, молитву прочитали, они что-то читали, просто сидели, молчали и обратно потом поднимали руки. Я, обучаясь Мадарасен, не смог найти информацию про это. Но потом уже я понял, что после каждой молитвы, после каждого фара намаза по 10 раз, по 10 раз во многих деревнях в городе сейчас тяжело, наверное, найти такие мечети. Но вот у нас Баба и Лар есть, которые до сих пор повторяют после каждого фара намаза, после всех тазбихов, после всех зикров, которые они произносят, молитв, пожелания, они еще читают 10 раз салават пророка Мухаммада Али-Иссарат Уссарам. Поэтому, произнося салават пророка Мухаммада Али-Иссарат Уссарам, мы в первую же очередь помогаем себе. Мы заряжаем свое сердце нуром, светом и благодатью пророка Мухаммада Али-Иссарат Уссарам, иншаллах. Иншаллах. Спасибо большое, Султан Хазар, за содержательный ответ, за ваши трогательные, как всегда, эмоциональные рассказы, истории. Иншаллах, доброславит вас Всевышний Аллах за ваши старания и надеюсь, что наши сердца будут озарены светом веры и любовью к посланию к Аллаху. Вот такой непростой вопрос, у Султан Хазар, следующий вопрос, очень актуальный, очень болезненный может быть даже вопрос. Некоторые люди говорят, что Маулит это нововведение и его отмечать нельзя, потому что это приводит к ширку и неправильному восприятию ислама. Как быть в такой ситуации? Правильно ли это или неправильно? То есть нужно ли справлять Маулит, не нужно ли справлять Маулит, нужно ли слушать этих людей, не нужно ли слушать этих людей и как отвечать в данной ситуации этим людям? Человек вообще создан в таком виде, что для него нужен объект для подражания. Самый лучший пример, даже просто дети, для них потенциально есть объект для подражания, это родители. Какие бы они ни были, родители, они являются идеальными. И каждый ребёнок пытается подражать своему отцу, своей матери, но дальше больше человек уже начинает понимать, осознавать, где есть хорошо, где есть плохо. И вот самым наилучшим примером для нас является Мухаммад Али Саратусар. И в его жизни очень много таких моментов, где есть качества, основные качества, которые не только вот здесь и сейчас нас приведут к нашей цели, возможно, а именно нас сделают счастливыми как в этом мире, так и в следующем Лаверса. Поэтому очень важно для себя выбрать этот объект правильно, увидеть пророка Мухаммада Али Саратусар. И вот когда человек, как он может вообще понять, узнать, побольше читать пророка Мухаммада Али Саратусар, побольше узнавать литературу, информацию, не о том, как он сделал, что сделал. Обычно вот книги открываешь, сира пророка Мухаммада Али Саратусар, то есть жизнеописание пророка. И там описывается, вот так сделал, с этим встретился, это так сказал, здесь так сказал. И больше цифры, больше данные, какие-то информация такая обыденная. Но нужно максимально не даты заучить, не имена, а очень важно именно то, как поступал в тех или иных ситуациях пророка Мухаммада Али Саратусар. И выводить, вообще делать выводы из его слов, его поступков, каким он был по-настоящему. То есть проникнуться его жизнью неправильно. Да, пророка Мухаммада Али Саратусар, просто понять, понять, как это было. Потому что столько было испытаний, столько было у Всевышнего Аллаха Тааля, очень много было уроков пророка Мухаммада Али Саратусар, которые он должным образом принял. Он являлся как раз наилучшим примером для всех, нас до сих пор является наилучшим примером. И я не помню, какой автор, приводили какие-то данные, просто сухие данные про человека, и выводили именно самых лучших людей. По-моему, французский какой-то ученый. И он как раз Мухаммада Али Саратусар ставит именно впереди всего этого. То есть как раз именно самым лучшим объектом для подражания. Так как в нем были все качества. То есть он хатаму-ль-анби-я. То есть это печать всех пророков, такой флагман, который является для всех нас великим примером счастья. И тот, кто вдохновился этим примером, тот, кто постарался максимально в себе воспитать эти качества, он непременно будет счастлив Аллахбису. Вот, Сусан Ахазрат, все-таки непосредственно касательно вопроса именно о том, что является ли нововведением и можно ли его справлять или нет. Вот что мы можем ответить. Вообще Аллах Ат-Аля в Коране сам говорит именно то, что Аллах Ат-Аля не спасал для нас наилучшим примером и не спасал Пару Мухаммада Али Саратусар в качестве милости. И в другом аяте Аллах Ат-Аля говорит, радуйтесь и празднуйте каждую милость Всевышнего Аллаха Ат-Аля. Радуйтесь, проявляйте радость. И вот как раз маулит — это радость. Радость и благодарность Всевышнего Аллаха Ат-Аля за вот этот прекрасный пример. И Аллах Ат-Аля не спасал для нас пророка Мухаммада Али Саратусар в виде человека, не ангела идеального которого, а человека и каждый случай из жизни пророка Мухаммада Али Саратусар является самым наилучшим примером. Его терпеливость, его мудрость, его степенность, его знания, его отношения с детьми, отношения с супругой, с соседями, отношения вообще с окружением, оно является наилучшим примером. Даже того же самого соседа, пророка Мухаммада Али Саратусар, если мы вспомним, который творил столько плохого, столько гадостей, столько он выбрасывал мусора на дороге. И после того, как мусор этот пропал, обычный человек бы сказал, «Ну, Аллах, ашикар, слава Всевышнему закончилась». Порок Мухаммада Али Саратусар пошел к соседу, увидел, что он болеет, и к нему не пришел никто из родственников, никто из близких не сидит рядом с ним и не помогает. И пророк Мухаммада Али Саратусар начал приходить и навещать того соседа, от которого он видел только гадости, только плохого. После чего даже самое черство из сердца этого соседа, оно растаяло, оно осветилось его примером. После чего он поменял свое суждение. Поэтому даже вот этими самими примерами, когда вот момент, даже вспомним тот момент, когда Аллаха Тааля нам в виде пророка Мухаммада Али Саратусар, нам отправляет пример, когда он идет в город Таифа, и его встречает с самым наихудшим примером. Он пришел не с какими-то захватческими намерениями, он просто пришел со своим одним учеником рассказать о религии, о свете, о милости Всевышнего Латара. И подговорив самые социально незащищенных слоев, то есть именно умалишенных, больных, детей, они встречают огромным шквалом камней. И ученик пророка Мухаммада Али Саратусар описывает, что он пытался сначала закрыть своим телом пророка Мухаммада Али Саратусар и от боли и от огромного количества камней, которые летели со всех сторон, он не смог уберечь. То есть он сам даже закрылся. И в таком униженном состоянии, можно сказать, вот с таким неприятным... Осадком даже. О таком состоянии, когда человек пришел только с самыми добрыми намерениями помочь людям, рассказать, поделиться счастьем, только сам и встречает вот таким негативом, другой бы человек, он просто бы разозлился бы. Ну как минимум. Ведь хватает одна молитва. И вот пророка Мухаммада Али Саратусар что самое интересное, он, выйдя из города Таифа, садится под окно дерева и начинает плакать. Не от обиды, не от злости, не от ненависти, а он просит у Всевышнего прощения за то, что он слабый, что он не смог донести. То есть он не обвиняет кого-то, нету там эгоизма, нету вот этого злости, и вот этой, которая обычно у обычных людей даже появляется. А он абсолютно вот с такими чистосердечными намерениями шел. И они не поменялись после этого. Пришел ангел, повелитель горы, и говорит, Мухаммад, хватает одного твоего слова? Я самкну этот город Таифа, который является оазисом среди пустыни. Просто превращу в прах. Всех можно в одно мгновение в прах превратить, да, можно сказать. Все, халяки и тарья можно. То есть все-все-все все пропадут. Творотного слова хватает. И пара Мухаммада алей-сратуса наоборот. Он говорит, нету. И начинает читать молитву, читать за тех людей, которые его встретили самым отвратительным образом и прося у Всевышнего, чтобы Аллах расцветил их сердца. Чтобы Аллах заполнил их сердца любовью, и чтобы среди, возможно, их или их потомков были искренние верующие люди. И вот он поистине был наилучшим примером милости. И вот когда люди, удивительно бывает, что вроде верующие люди читают пятикратную молитву, и они говорят, это нельзя делать. Нельзя вот рассказывать о пророке Мухаммада алей-сратуса нельзя читать Кур'ан и читать салаваты. И начинаешь говорить, что даже намаз не будет полноценным, если в нем нету салавата пророка Мухаммада алей-сратуса. Есть аль-тагият, это тоже является одной из основных частей намаза. И люди, к сожалению, те, которые думают, что это неправильно, что это греховно, они очень мало знают о религии. Начинаешь даже просто разговаривать с человеком и приводить книги, открывать книги, показывать, оказывается, что человек даже арабский язык не знает. Откуда ты вообще услышал, говоришь ему? Когда говоришь, приводишь аят, в котором Аллах говорит, о тех, которые уверовали, упоминайте своих молитвах, говорите салаваты пророка Мухаммада али-салава салава он говорит, это в какой книге написано? Когда ты ему говоришь, что в Куране этот человек на тебя смотрит удивленными глазами, то есть этот человек ни разу даже Куран не прочитал и не заслужился посмотреть перевод. И к сожалению, таких людей много. Очень много, но много как раз неграмотных людей. Те, которые искренние люди, то есть пусть Аллах сделает так, что каждому человеку вы просто возьмите и почитайте Куран и увидите, что Аллах не спасла для нас самый наилучший пример как раз. И этот пример Мухаммада али-салава салава без него не просто мы почтили, а Аллах сам возвеличил пророка Мухаммада али-салава на такой уровень. И мы не обожисляем пророка Мухаммада али-салава салава салава но мы для себя, для детей, для своих близких в этот праздник Маулит должны постараться познакомить своих детей, своих близких с этим наилучшим примером, прекрасным примером счастливый, полноценный, светлый, ведущий к довольству Всевышнего Аллаха жизни. Ведь поистине только таким образом можно по-настоящему познать, как это, каким он был человеком Мухаммада али-салава али-салава даже тот же самый Гумар радия лаванг который шел чтобы убить пророка Мухаммада али-салава но увидев каков он увидев услышав Кур'ан строки из Кур'ана его сердце смягчилось смягчилось и вот каждый шаг в жизни пророка Мухаммада али-салава али-салава и изучая вот в этот праздник Маулит жизнеописание советы слова пророка Мухаммада али-салава он не был он был самым красноречивым и самым наверное был коротко излагавшим большие мудрости ведь пророк Мухаммада али-салава был лекарем не сколько тел а сколько душ порой приходили разные люди и смотря на сердце человека пророк Мухаммада али-салава говорил разные ответы на один и тот же вопрос потому что он видел по милости Всевышнего Аллах он был лекарем душ если человек хочет стремиться то именно почистить свое сердце очистить а если сердце оно чистое оно здоровое то все тело оно тоже становится здоровым если сердце оно больное если оно то это болезнь она распространяется на все тело к сожалению очень много людей тех которые вот пропагандируют этот толк что маулит это бедаат это нововведение это неправильно нововведение тоже разное бывает согласен почему-то люди те которые говорят про нововведение не говорят что вот нововведение читать на мягком ковре на намазе никто не вспоминает что там нововведение это отопление пускайте во время пророк Мухаммада Али Садатусом не было газовых не было газовых ездить на машине летать на самолете например пользоваться газом и как бы там они все благополучно забывают об этом но когда все касается именно здесь само по себе именно пророк Мухаммада Али Садатусом и его сахабы они они не нуждались в знакомстве с этой великой личностью с этим благим примером примером пророка Мухаммада Али Садатусом они были воочию видели рядом находились это мы нуждаемся это у нас сердца черствели это мы отдалились от этого примера пророка Мухаммада Али Садатусом мы практически не знаем его как личность да мы слышим да мы можем повторять в молитвах а какой он был а какие качества были как он поступал в этой ситуации в той ситуации начинаешь рассказывать людям людям удивляются как так и вот праздник Маулит это тот праздник праздник ликбеса ликвидации безграмотности когда очень многие мусульмане они абсолютно не знают пророка Мухаммада Али Садатусом и вот в этот светлый праздник мы должны как можно больше познакомить себя близких своих свое окружение с качествами и попытаться воспитать эти качества это в теории легко на практике это на самом деле очень даже тяжело но плата за это великая плата ведь пророк Мухаммад Али Садатусом в Садисе говорит если не будет у вас три вида любви любовь ко Всевышнему Аллах Аталя любовь к пророку Мухаммаду Али Садатусом и даже его последователям его потомкам если не будет любви в сердце то не будет вера полноценной что означает вот представьте вы кушаете еду но она безвкусная абсолютно вот у вас есть вера но вы не чувствуете вкус есть намаз и у вас не чувствуете вкус намаза и они становятся такими пресными и как раз может даже по этой причине очень многие люди приходят и спрашивают хазрат я читаю намаз и читаю того что просто нужно а нету вот этой любви стремления радости вкуса каждой молитве все становится обыденным и человек он не заполняется вот этой нету любви и пророк Мухаммада алей саляту говорит как раз именно так же еще любовь это любить чтение Курана то есть человек читает и он заполняется светом слов светом мудрости светом тем светом который нам направил Аллах посредством пророка Мухаммада алей саляту до нас довел ведь пророк Мухаммада алей саляту он читал молитвы за нас есть очень много хадисов которые говорят что пророк Мухаммада алей саляту читал за каждого из нас за тех даже которые говорят что маулит это беда это вот то это все это неправильно они прочитав фарас намаз выбегают пули из мечети удивляешься кого-то человека просто кто-то гонит и вспоминаешь хадис пророка Мухаммада алей саляту где говорится что именно дом Аллаха и если человек заполнен любовью ко всевышнему ему будет комфортно в мечети а видишь иногда пораженный вроде визуально все соответствует человеку религии религиозному последователю но он выбегает на улицу и на улице уже спокойно он стоит разговаривает и просто просто он просто пустую проводит свое время и думаешь видимо у человека или переполнилось книги деяний и больше не влезает в добрые деяния поэтому он уже ничего не может с этим поделать или же наоборот ему некомфортно его сердце его ангелы гонят даже порой думаешь пусть Аллах заполнит сердца людей любовью к порогу Мухаммада алей саляту асрам именно ведь через любовь ко всему мирозданию именно и в первую очередь к любовью к любви к творцу Всевышнего Аллаха оно человек сердце оно трансформируется через это как раз Султан Хазрат если мы говорим что праздник Мавлит-Ан-Наби это и есть выражение наше выражение нашей любви к посланнику Аллаху то какие мероприятия какие скажем так что мы должны делать в этот праздник то есть для многих бывает праздник это там накрыть стол покушать концерт посмотреть куда-то сходить там я не знаю каким-то образом развлечься на шашлыки особенно нас любят тоже если на лето приходят значит шашлыки праздник удался мы будучи мусульманами как должны праздновать именно Мавлит-Ан-Наби праздник Мавлит-Ан-Наби рождение пророка Мухаммада он проходит молитвами он проходит именно тем что мы увеличиваем качество пророка Мухаммада или возрождаем качество пророка Мухаммада нравственные прекрасные качества в себе пытаемся возродить выполняем советы пророка Мухаммада какие например уделяем время сиротам своей семье детям корректируем свое поведение возможно в том или ином качестве то есть пытаемся воспитать в себе щедрость выполняем сумный пророк Мухаммада и возрождаем их не просто выполнили и все а пытаемся в себе воспитать то качество чтобы эта сумна это совет пророка Мухаммада али-и-сиротам который он дал каждому из нас чтобы он принял постоянный характер очень много моих знакомых они особенно в месяц маулит они ездят по детским домам приносят радость пророка вы ничем не можете помочь сироте даже просто погладив его по голове и добрым словом внушить или вселить в его сердце и на доброту и любовь чтобы он почувствовал что его любят то Аллах простит очень многие ваши грехи посредством вот этого доброго деяния и про Мухаммада али-и-сироту он сам был сиротой и он также говорил те кто помогает сиротам помогает именно неимущим страждущим они будут рядом со мной они будут также под защитой Всевышнего Аллаха поэтому в месяц маулит или вообще в праздник маулит очень благостность является возродить в себе какие-то сумны возможно которые мы еще не используем например читать какие-то нафель дополнительные намазы например вставать еще на тахаджуд намаз и начать в себе воспитывать эти качества чтобы они приняли в нас постоянный характер также говорится очень много салаватов читаются маулиты маулит есть дуа есть стихотворные форме даже маулиты где жизнеописание где салаваты пророк мухаммад али сарат ассарам говорятся даже есть описание о том что очень много источников которые говорятся о том что именно воскрешение любви воскрешение информации которые воспитывают нас в любовь пророк мухаммад али сарат ассарам в каждом из нас оно непременно приводит человека к такой осознанности к осознанности в своих деяниях человек когда делает этот же самый поступок и он понимает что его выполнял пророк мухаммад али сарат ассарам он таким образом получает еще шафаат пророка мухаммада али сарат ассарам он наилучший тот кто будет защитником судный день потому что судный день будет такое состояние когда люди побегут сначала к адаму али салам и скажут ты наш пророк защити нас он скажет нет здесь я еще сам за себя боюсь не знаю побегут к другому побегут и уже потом люди придут пророк мухаммада али сарат ассарам и пророк мухаммада али сарат ассарам будет удостоен от всевышнего Аллаха такой ипостаси как заступаться чтобы он мог заступиться за тех кто был его умой те кто выполняли суннаты то есть те кто выполняли жили по примеру пророка мухаммада али сарат ассарам которые говорили салаваты пророка мухаммада али сарат ассарам и таким образом они получают мы получаем огромную огромную благость от всевышнего Аллаха из-за этого как раз именно сам праздник маулит у меня товарищ дома у него творилась мистика открывались шкафы и падали вилки ножки ложки кружки в общем кто-то ходил и он не мог ничего поделать в итоге в одной книге мы прочитали что там где читается маулит там будет спокойствие Аллах заполнит этот дом благодатью баракатом светом и вот все что темно все что негативно оно оттуда просто уходит да он перепробовал все он читал азаны в каждой комнате и в каждый угол он постоянно каждые три дня он читал еще суру бакара он если не мог прочитать то включал еще по ютубу суру бакара но все это было тщетно только после того как он провел дома маулит то есть он читали там салаваты читались там молитвы читалось именно жизненописание пророка мухаммада али-и-салату ассалам просто сделал угощение для своих друзей и близких после этого этот дом он там все успокоилось то что ходило ходуном оно все состояние именно благодати появилось в доме поэтому как раз если у кого-то есть беспокойство есть какая-то тревога есть что-то непонятное какая-то мистика творится в книгах описывается что даже как раз именно если человек проводит маулит читаются салаваты в котором пророка мухаммада али-и-салату там в этом доме как раз появляется благодать от севышнего баракат пророка мухаммада али-и-салату амин спасибо большое султан хазрат вот очередной вопрос как привить любовь к пророку али-и-салям своей семье и своим окружающим коль мы уже говорим тут перейдем скажем к этому моменту очень хорошо помогает именно как раз истории истории когда видят люди на примере жизнеописания пророка мухаммада али-и-салату али-и-салату каким он был как он себя вел какие были отношения с окружающими когда к дому пророка мухаммада али-и-салату али-и-салату пришли сахабы и спросили каким был пророк мухаммада али-и-салату али-и-салату Куран? Вы разве не читали Куран? Они удивились, да, читаем. Так он был живым Кураном. Каждый его шаг, каждое его действие, каждое его поступок, каждое слово, оно было выверено примером Всевышнего Аллаха Таля, который именно Всевышний Аллах Таля не спасла для нас инструкцию. И вот живой инструкцией, как раз был права Мухаммад Али Саратусра, он был живым описанием Курана. Куран выучить наизусть не так сложно. Куран выучить можно за год, а можно еще раньше. За пару месяцев, если память хорошая, если человек поставил для себя цель. Но воспитать в себе все те качества, о которых говорит Аллах Таля нам, порой и жизни мало. Это самое сложное, когда нам, будучи шакирдом, в мадрасе говорили, что некоторые сахабы по 13 лет учили одно предложение, некоторые ученики удивлялись и думали, как так, какая же память у них должна быть, что 13 лет не могут выучить одну строчку. На что учитель сказал, нет, нет, дело не в памяти, абсолютно не в памяти. Дело в том, что сахабы не просто учили Куран, они как только заучивали этот аят, они не переходили за изучение другого аята, пока в своей жизни они не используют, пока не воплотят этот аят. Не воплотят, да, в своем нраве, в своих поступках, в своей жизни, в своих отношениях с близкими, к окружениям. Если же в аяте говорилось про доброту, то есть он должен быть добрый уже, то есть если отсутствие лжи, то он должен тоже в себя воспитывать эти качества. Иногда, к сожалению, человек выучивает аяты, хадисы, но он не является носителем всего этого, он просто является полочкой. В полочку выстроили книги, красивые, красивые, прекрасные книги, какие мудрые книги, столько советов, но полка, она все равно остается полкой. Когда на Ишака нагрузишь много книг, он все равно не станет арабским скакуном, он все равно останется Ишаком. Почему? Потому что он просто переносит эти книги. Сахабы же, ученики пророка Мухаммада, и непосредственно сам пророк Мухаммад, он был живым воплощением. Живым воплощением они стремились и они плакали в молитвах, они скрытно помогали. История о том, как право Мухаммад, али и салат, воспитал в своих учениках даже Абу Бакр и Гумар, как они между собой соревновались. После смерти Абу Бакр, а Абу Бакр, умер, Гумар, пришел к дому Абу Бакра и начал расспрашивать, есть ли какие-нибудь дела, деяния, которые бы он не видел, чтобы выполнял Абу Бакр. Так, говорит? И он идет, прослеживает, действительно, он помогал одному слепому человеку. Гумар, ради Аллаха, также приходил и давал хлебу. И этот слепой говорит, а ты кто? Ты кто? Чтобы как-то не травмировать, не объяснять и как-то скрыть этот добрый деяние, который скрытно делал Абу Бакр, он говорит, я тот, который до этого тебе помогал. Таким образом, говорят, что Всевышний Аллах помогал через Абу Бакра и сейчас через Гумара, то есть Аллаха Тааля. А слепой говорит, нет, говорит, ты не тот человек, ты не тот, потому что тот, который мне до этого помогал, приходил и кормил со своей руки, он давал только самую-самую мягкую часть хлеба. А ты корочку и мягкую часть, и вкусную, и не совсем вкусную даешь. Ты, говорит, другой. И тут Гумар, ради Аллаха, заплакал. Заплакал тому, что он не предусмотрел этот факт. То есть он настолько был тоже мягкосердечным, и он тоже стремился всем своим нутром как можно больше делать добра. И Аллах Тааля в Куране же говорит, поистине, торопитесь и соревнуйтесь не в мирских благах, а соревнуйтесь в благих деяниях. Кто больше сделал добра, например. И вот этот аят они изучали и тут же воплощали в своей жизни. Порой мы стремимся выучить Куран и заполучить название хафиза Курана, например. Но, к сожалению, в делах абсолютно далеки от воплощения тех нравственных, тех духовных советов и назиданий, которые Аллах Тааля вложил в свое священное писание. А пророк Мухаммад, али и саляту, был живым воплощением Курана. Об этом как раз и говорит Хаиша, ради Аллаху Анга. И не просто так пришли же к жене. Жена обычно та, которая знает мужа вдоль и поперек. Например, человек может на работе играть роль руководителя. С друзьями друга, с супругой. Он супруга, мужа играть. С детьми он может быть как раз отцом. А пророк Мухаммад, али и саляту, он был настоящим везде. Он не играл какие-то роли, он не был артистом. Он был живым воплощением Курана. И когда описывается, что в доме пророка Мухаммада, али и саляту, ассалям, был сирота, он жил с пророком Мухаммада, али и саляту, ассалям. И за те долгие годы, пока он находился в доме у пророка Мухаммада, али и саляту, ассалям, он не был родным ребенком. Он был именно приемным. Он находился в доме, он нашел свой кров в доме пророка Мухаммада, али и саляту, ассалям. И вот этот сахава, ученик пророка Мухаммада, али и саляту, который жил в его доме, он говорит, за те долгие годы, пока он жил в его доме, он не просто повышенного голоса, он даже нахмурившегося взгляда от пророка Мухаммада, али и саляту, ассалям, не увидел. Порока Мухаммада, али и саляту, ассалям был, тут же одновременно был и искренним, и добрым, и тем, кто именно добротою заполнял сердца людей, вызывал уважение, почтение и любовь, как ко Всевышнему, Аллаху Аталу, так и к своей же персоне. Поэтому вот через эти качества, через эти праздники в детях воспитывается любовь. Любовь к пророку Мухаммада, али и саляту, ассалям, любовь к его качествам, любовь к его примеру, жизненному примеру. Если будем жить как раз согласно этому примеру, то мы будем счастливы как в этом, так и в следующем мире. Спасибо большое, Султан Хадрат. И сейчас давайте в заключение поговорим, наверное, несколько, пару слов скажем о том, что каким должен быть мусульманин сегодня, на сегодняшний день, чтобы соответствовать именно тому эталону, который показал нам пророк, саляту, али и саляту, ассалям. Мусульманин должен максимально соответствовать, то есть он должен в себе воспитывать. В один из дней ученик пророка Мухаммада, али и саляту, ассалям, описывается, что Абу Бакр, он вышел на улицу города Медины и начал говорить, «кот асбахту», я стал двуличным, я стал двуличным, начинает просто на всеуслышание заявлять об этом. Про Мухаммада, али и саляту, услышав об этом, остановил его и спросил, почему ты так говоришь. Это страшный грех, быть двуличным, это страшно, потому что в самом пекле ада, в самом дне ада будут находиться они. Почему ты так говоришь? А что Абу Бакр, рада и Аллаху, говорит? Просто я осознал в себе, что рядом с тобой, его пророк Мухаммад, али и саляту, я один. У меня все благухает, я весь сердце своем просто трепещу от радости, я вот сейчас буду молиться, я вот в состоянии такой благости у меня находится. Вот стоит только выйти из дверей мечети, отдалиться от тебя, тут сразу появляются мысли о торговле, о себе, и поглощаюсь мирским, мысли, помыслы мирского. И поэтому я от горести осознания вот этого факта сказал вот эти слова. Про Мухаммад, али и саляту, услышав, говорит, не торопись. Не торопись, ты должен... Про Мухаммад, али и саляту, услышав, говорит, ты не торопись. Саатана ала саатин в хадисе идет описание. Понемногу-понемногу ты меняешься. Ты стараешься своими молитвами, своими салаватами, своими добрыми деяниями, своими добрыми поступками, ты меняешься. Ты перерождаешься. Идет духовная эволюция в тебе. Но также ты можешь и помочь. Бекесрати суджуд описывается. То есть своими многократными молитвами, добрыми деяниями ты можешь помочь себе. Это быстрее этап пройти. Очищение. То есть этап, когда ты проходишь момент эволюции. И вот основываясь на этот хадис, можно сказать, что каждый из нас должен максимально, постепенно, постепенно увеличить какие-то свои добрые деяния. Не ставаться на месте, не стоять. Про Мухаммад Али Сарадусом в хадисе также говорит о том, что «Ахаббу Амали Илля Аллахи адвамуга ваин коль». То есть «Ау кэма коль». Самые-самые любимые деяния перед Всевышним Аллаху Тааля. Пусть даже маленькое, но постоянное. Например, мы взяли какую-то молитву и потихоньку ее используем в своей жизни. Это, знаете, как изучать, например, иностранный язык. Выучили слово или какого-то слова сочинали. И пытаешься в каждом дне своей жизни использовать это слово. Использовать эти полученные навыки, свои знания. И тогда эти знания, познания у тебя закореняются. Они становятся частью твоей жизни. Какое-то новое слово, не обязательно иностранный язык. Новое слово из русского, татарского, английского языка. Любого языка, носителями которого вы являетесь, вы новое слово начинаете использовать. И оно становится частью вашей. То же самое по поводу нравственных качеств. Когда вы в себе воспитываете, например, какие-то определенные моменты. Например, после каждого фарза намаза, где права Мухаммада Али Сарата Усрам советует своему ученику, описывается, что именно Бас, как раз, ради Аллаху Анху, был тем человеком. Он говорит, хочешь, я тебя научу одной молитве. Если ты будешь читать эту молитву после каждого фарза намаза, то Аллах Тааля непременно эту молитву примет и сделает тебя из обитателей рая. И права Мухаммада Али Сарата Усрам обучает этой молитве. Очень короткая, маленькая молитва. Вот мы ее узнали. Вместе с Маулит услышали по передаче Хузур ТВ. Ага, что делать дальше? Давайте мы ее с вами выучим. И будем использовать после каждой, каждой молитвы. Так, начали использовать. А мы понимаем, о чем она? Мы начинаем понимать, погружаться в смысл. Аллаху Маагини, у Аллаха Тааля, сделай меня богатым. Агана Югину, обогати меня, дословно перевести. Чем? Аля дикрика, поклонением и восхвалением, поминанием тебя. Чтобы в каждом шагу я с удовольствием поминал тебя и чтобы мое сердце постоянно заполнялось светом. И любовью по отношению к тебе. Аля дикрика, ла шукрика. И второе качество какое? Благодарностью тебе. И за радостные, и не совсем радостные события. Ла хусни гайбадатик. Не просто выполнять гайбадат, поклонение. Намаз, ураза и так далее. А хусни в наилучшем виде. Ага, так, ну уже смысл. Не просто начали читать. А смысл, подожди, а вот я на вас сейчас прочитал за пять минут, пока реклама не закончилась. А оно было ли соответствующим тому, что я прошу у тебя? Нет, надо перечитать. И мы начинаем, когда вот ставим выбор перед собой, всевышняя ла таля, поклонение ему. Или сериал там, я не знаю, какие там сериалы сейчас идут. Честно говоря, телевизор не смотрит, не могу сказать. И, например, вот этот сериал сейчас начнется. Или, например, мы ставим поклонение всевышнему ла таля на второй, третий, десятый, двадцатый, тридцатый уровень, пункт. Где-то далеко-далеко в хвосте. И еще этим самым мы потом, например, можем радоваться. Вот, я еще намаз считаю. То есть, на каком уровне, например, наше поклонение? А пророк Мухаммад Али и Сараду Салям делали так? Например, молитва пророка Мухаммада Али и Сараду Салям, она была не многоракоратной, она была искренней и долгой. И он долгую читал не джемаатом, а именно когда сам наедине описывает, что Гаиша, ради Аллаха, проснулась ночью и не обнаружила рядом с собой пророка Мухаммада Али и Сараду Салям. Первая мысль была, он, наверное, ушел. Кому? Другой жене, может, там, одной из другой. Или куда-то ушел. И когда она выпрямила свои ноги, дом пророка Мухаммада Али и Сараду Салям был очень маленький, примерно метр на два метра. Очень маленький. То есть, если один человек, который лежит из питвы, вытягивает ноги, то обычно он, как бы, если другой находится рядом, он мог задеть. И она, выпрямив ноги, задевает пророка Мухаммада Али и Сараду Салям. И она лежала и ждала, когда пророк Мухаммада Али и Сараду Салям поднимется с саджда. И это ни минута, ни две. И ни три, и ни десять было. Это очень долго было. И тогда Аиша, радия Аллаху, подумала, наверное, он не спустил дух. То есть, потому что он настолько не подавал признаков в жизни. Скорее всего, он умер. И она дотронулась до него своей рукою. И пророк Мухаммада Али и Сараду Салям пошевелил пальчиком. И она поняла, что он читает молитву, намаз. И вот это долгим был намаз. И опять прочитали хадис, ага, и начинаем его уже использовать в своей жизни. И начинаем чувствовать, чувствовать намаз. Начинаем чувствовать вкус намаза. Один из самых таких вкусных намазов – это тазбих намаза. Когда человек не просто читает много-много-много движений совершает, а он в каждом движении как можно больше, он начинает, например, по 75 раз, он начинает говорить зикры. Субханаллахи вальхамду рилляхи вальхилляхи вальхилляхи валлаху 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 вакибарху. Вот эти зикры и начинаешь чувствовать сажда, чувствуешь руку, и начинает совсем другое состояние у тебя в молитве. И вот каждое качество, каждый хадис, который мы читаем, не просто прочитали в одно ухо влетело, в другое с такой же скоростью вылетело. А мы должны тут же эти советы, эти хадисы, эти примеры и сунны в себе выполнять. Их, можно сказать, внутри в себя впитывать, в свое деяние, в свой день, начинать использовать эти советы. И тогда мы сами начнем замечать, и наши близкие начнут замечать, как мы начинаем трансформироваться. Мы начинаем меняться. Потихонечку, понемногу мы начинаем шаг за шагом меняться. Возможно, мы не замечаем об этом, но каждый человек, он меняется. Вот представьте, у вас ребенок растет, он маленький ребенок, ему 2, 3, 4 годики. И вот тут родственники приехали, которые видели только год назад, или месяц назад. Приходят, как же вырос, или как же выросла. Вы смотрите, ну понятно, что выросла, потому что уже рубашку другую нужно покупать, уже обувь тоже не влезает. Но вы не замечаете, потому что каждый день видите этого ребенка рядом с вами. Ну буквально, уже просто по другим косвенным признакам вы понимаете, что ребенок вырос. То же самое и с нами. Мы не замечаем нашу трансформацию, но нашу трансформацию обычно замечают окружающие. Они могут сказать, трансформировался ты в положительную сторону или в негативную сторону. Потому что иногда трансформация происходит, к сожалению, в негативную сторону. И смотря на все это, как раз есть критерии в Коране. Аллах говорит, поистине ваши полноценные искренние молитвы, они должны вас оберегать, вам позволять трансформироваться в лучшую сторону и оберегать от трансформации в худшую. Это как стоп, то есть антиоткат. Чтобы не откатились назад, а наоборот поднимались в горку духовности. Спасибо большое, Султан Хазрат. Благодарю вас за содержательные ответы, за ваши рассказы. Очень хочется надеяться, что любовь, которая будет проявляться в месяц Маулида, в праздник Маулида, любовь, которая, скажем так, увеличится в эти дни, она останется с нами навсегда, а не только будет в определенный день, в определенный месяц. Она будет сопровождать нас все 365 дней в году, она будет сопровождать нас всю жизнь. И, иншаллах, возможно, станет причиной милости, которую Всевышний Аллах проявит к нам в судный день. На этом мы завершаем наш очередной выпуск программы «Узнаем у имама». И в заключение хотелось бы напомнить всем нашим зрителям, что все интересующие вас вопросы вы можете отправить нам на электронную почту «Узнаем у имама собакахузур.ру» либо же написать нам в официальный аккаунт Instagram «Хузур Медиа». Берегите себя и своих близких. Ассаляму алейкум варахматуллаху барекатуху. Миру вам, милости и блага Всевышнего Аллаха, уважаемые зрители. Ассаляму алейкум варахматуллаху барекатуху. До скорых новых встреч. Оставайтесь с нами.